всем привет посмотрите кто сегодня у меня в гостях на канале третий раз и один визажист три раза не появлялся два было меня зовут настюша а пинкмин кто не смотрел предыдущие два выпуска будут внизу ссылки в общем настя на самом деле поменяла мое отношение к макияжу я теперь пытаюсь постоянно закосить подаю фирменный макияж делаю веснушки тоже нас у меня на них подсадила и кажется настя ну вообще сделала такую крутейший макияж что теперь все мои треш обзоры превратились просто в сравнение а вот это я очень рада что ты опять на канале это супер спасибо большое блин ты не еще и писала это как я соскучилась в общем что я хотела сегодня сделать я думала долго вообще по макияжу под тому вообще какие продукты используют я понимаю что тебя аудитория не только режиссис мой но и больше наверное часть это девчонки обычные которые красятся каждый день для себя поэтому я хочу сегодняшний обзор так сказать моих продуктов сделать на бюджете мне кажется это прикольно это актуально потому что сейчас наверно даже знаете тяжело найти какие-то люксовые продукты либо у байеров не заказывать поэтому сегодня у нас будет бюджет стрелки все максимально дорого но чтобы это было короче на бюджете такой вызов можно ли сделать дорогой макияж бюджетными продуктами я расскажу свои самые любимые которые я привезла не просто бюджет а вот именно то что работает что мы делаем у меня вот мой ассистент настя на работает сдать я приехала со мной на кузнецкой вся моя команда из другого городу москву притащила в общем мы сейчас будем завязывать алене виски вот типа тейпы да тейпы только для того чтобы можно с ними было ходить потому что ну все знают да вот эти вот скотч и которые видны и первых некрасиво видны во вторых если вы это делаете клиенту вы просто не сможете его отпустить с этими веревочками а вот это вот тема того чтобы сделать именно косички и затянуть виски можно отпускать и клиента из каждый день самой так делать это прикольная тема вы находите упрятку прям около височной части вот смотрите подтягиваете и смотрите где вам нужно затянуть косичку это можно сбоку сделать это можно сделать чуть брови а как понять где прямо сама себе натягиваешь смотришь где у тебя кожица лучше всего протягивать во видишь у тебя бровка поднимается и вот значит то что тебе нужно заплести вот этот взять этот кусочек заплести косичку и потом туда подтянуть чтобы у тебя потянулась бровка кстати вот за границей так в основном все делают конечно немножечко может быть больновато у тебя видишь такой тоненький здесь волосик и он короче может тянуть но на самом деле очень быстро привыкаешь более ну то есть будет такой эффект немножко потянет дались эффект не прям прям очень сильно не как стоит но будет полегче кожу хорошим увлажненную так давай мы начнем тебя бронзировать давай сесси андре сесси андре да вот эту часть вот смотрите в общем вчера мы прогулялись по золотому яблоку и нашли вот такой вот бронзер это жидкие колготки бронзер хайлайтер от бренда эстрата стоит они что 250 300 рублей для того чтобы проработать зону декольте плюс он еще фиксируется положительные колготочки с хорошей фиксации что потом не отпечатывается это что-то типа хайлайтера до бронзирующего бронзирующий да то есть хайлайтер типа с цветом я еще очень люблю использовать одно средство 200 рублей на 100 это вади ой до волшебное масло видите на такое сияющее я раньше его носил а потом кинджетки коготки ни в коем случае не делаем проверяем заранее это масло это водяная основа масло с водой но просто типа не перемешивается выглядит немножко на любителя чуть чуть коричневого червячка нет для фото это вообще круто смотрится да а для жизни для любителя то есть конечно прикольно это когда девушка пришла загорелой кожей ты такой сейчас я немножко добавлю ей и вообще подчеркнули загар свежесть но вот именно для светлой это будет ну немножечко такой знаешь я к тому же правда перекрытие он довольно прозрачным может он очень даже он так тинтует как будто бы я не скажу что он ты будешь только темно сидеть но он немножечко придаст тебе вот этот эффект отдохнувшего кожи аккуратненько я всегда сначала прорабатывать почему теперь доставила раздеть потому что я потом-то он было носить мне нужно понимать примерно по цвету тетя нового произошло блин я под каждый божий день твои макияжи тренирую серьезно правда делаю вот даже тебе нравится я хочу вам показать свои новинки из эксклюзивной коллекции для магнит косметика от оли бузовой бренда натурасибирика в нее входят очень стильные аксессуары для дома и все чтобы вы себя чувствовали красоткой и звездой даже во время ухода за собой первая моя новиночка это вот такие пушистые домашние тапочки реально как будто пузико кошки очень мягкие вот такая пижамка она атласная нежно-голубого цвета и повязка для волос в форме бантика это для того чтобы волосы убрать с лица когда например делаете маску еще в коллекцию входит вот такой набор косметики от натурасибирика с ферментированными экстрактами сибирских растений здесь гиалуроновые патчи для глаз супер увлажняющая сыворотка и гидрогелевая маска еще ребят в период со 2 ноября по 27 декабря магнит косметик можно выиграть крутейшие призы такие как айфон наборы косметики робот пылесос и главный приз автомобиль представляете лично я буду участвовать для этого необходимо скачать приложение магнит нажать участвую на баннере ольги бузовой и покупать коллекцию оли магнит косметик с использованием виртуальной карты с приложения магнит со скидкой до 60 процентов в период со 2 ноября по 24 января при покупках магнит косметик за каждый полный 500 рублей в чеке выдается один бумажный магнитик мк в акции участвует только бумажный магнитики из магазинов магнит косметик и каждую неделю будет разыгрываться 70 призов так что следите за розыгрышем в приложении магнит розыгрыш главного приза автомобиля состоится 13 января ссылку на эту возможность я оставлю в описании к видео что ты пытаешься конкретно мне нравится веснушки но веснушки дамы сделаем любом случае сегодня по итогу но вот они меня такие не получаются как-то не так что это короче знаешь как я вроде бы вот так вот уже делала он у меня как-то все на точечном не приходится три раза то есть так потом на центр и сюда в итоге на на сон трижды наслаивается и вообще все просто выглядит немного уставшим потому что мне под глаза все это распыляется и ощущение что мне такое одно раз получается пигментное пятно но вот такого чтобы это прямо на светлой коже отдельные точечки мне не получше мы сегодня попробуем закончим ты мне скажешь я тебе дам свой и мы попробуем с тобой вместе еще потом сделать на бумажке тебе покажу потому что здесь короче проблема в том что неправильно давишь надо короче давить и и трясти рукой немножечко чтобы они они так плювались типа чтобы такое получалось одновременно да и за октября нужно и так немножко так причем дали смотрите его очень нужно быстро растушевывать потому что если вы его где-то не растушевали он пятном ляж чтобы такого не было можно попробовать сверху увлажнить кожу просто кремом для тела там не знаю что нибудь просто лосьон какой-нибудь крем нанести и потом сверху на него уже этот бронзатор теперь мы делаем с тобой тоник то ли увлажняющий от миши видяев в районе 800 рублей стоит но и такая мини версия очень удобно для того чтобы убрать его с собой в поездки кто работает на не надо не на дому а а что нибудь у тебя поменялось вроде пришло спросил эти три месяца еще же поменялось менялась еще офигеть все но расскажу да вообще просто жесть ну во первом сейчас я подумаю с чем мы начнем начнем с того что я сейчас продаю свою студию я не а где-то три дня назад о том что я продаю полностью весь свой бизнес который у меня там городе в новосибирске почему потому что у меня это же был тоже какой-то проект мой студия мне даже сейчас мне просто сейчас вообще не хватает на это времени это будет классный проект но нужно двигаться дальше нужно развиваться и знаешь я тоже проект сама вот я и моя студии 2 проекта и у меня не хватает сил и туда и туда потратить их поэтому сейчас приняли такого решения что я не смогу двигаться дальше если я буду заниматься студии сотрудниками и так далее это очень много у меня занимало времени и сил кто хочет купить пишите слушай по себестоимости сейчас то что я туда вложила это сейчас стоит в два раза дороже чем я сейчас продаю я про майка платно ношу сыворотку она увлажняющая чтобы понимали вот у меня она прям на донышке что уже закончилась я в москву привезла девчонкам попробовать все ее мы делаем мокрый эффект на волосах надо обязательно его разогреть чтобы он горяченький был у меня руки сейчас холодные поэтому я разогреваю подольше в общем ты хочешь продать студия вместо нее что-то на что переключить внутри я продаю свою студию и я сейчас уезжаю такой знаешь у меня длительный будет отпуск отпуск который я заслужила потому что это мой первый отпуск за три года поедем сначала на баню я не было это было только в таиланде один раз три года назад это был мой первый отпуск короче последний за три года я поеду на бане я хочу совместить короче приятное с полезно просто отдохнуть посмотреть мир хочу взять с собой работу то есть я беру с собой косметику я беру с собой оборудование свет мне муж купил уже камеру я хочу короче уйти немного про себя короче немножечко в другой еще теме это тревел-блогер хочу попробовать вот именно рассказывать людям как про это значит работать за границы вот эту тему хорош а работать в каком-то салоне хочу самостоятельно все сделать но чтобы как где-то посмотреть как это все устроено за границы как можно на бали на бали в таиланд поехать и в дубай дубай мне кажется будет самое легкое это вот про макап лап вот так вот он выглядит у него такой вельветовый бархатистый колпачок говорит о том что это матовый у нас тон вот про макап лап дальше такая же серия есть сатиновая следующее это кто любит прям эффект глоу для сухой кожи нормально это бренд окей бьюти здесь есть три оттеночка там ничерлайт и голден по цвету выбираете он прям знаете как стекло выглядит такой прям максимально сияющий очень красивый и моя находка одна из недавних это вот такой вот этот вайлд тон я взяла пила вчера у себя в массовой серии для этого пользовалась влажным вот сделайте членком попробовать матовый он офигенный для тех кто любит короче либо немножечко сэкономить на тони но он очень круто в работу для себя вот я бы для себя подороже купила бы а вот для работы вот этот вот можно взять она тебе какой сейчас на месяца шарлота дивари и пудра от валентина чтобы эффект такого фотошопа создавался вместе все спрашивают всегда что это за тот когда я пользуюсь шарлотта почему вообще я купила потому что мне начали постоянно спрашивать что за то аж вот у меня было в работе так я получается зилалки бьюти и тела промы капла обществом посмотрим по цвету так ты в общем хочешь там искать клиентов или обучение в общем я хочу интересно вообще было проекты то есть я не хочу просто приехать и работать там с утра до вечера я хочу какие-то классные проекты хочу мастер-классы то есть хочу познакомить себя так сказать аудиторию да что просто это бы мне еще там узнал поэтому если вдруг кто-то там переезжает на бали кто-то возможно сейчас там живет там узнавали таиланд дубай конь проект совместно если кто-то хочет я бы с удовольствием поработала я думаю что можно даже встретиться будет это вот когда было плохо понимаете под тона для либо там не знает подходит или нет просто так приложили как будто намазали немножечко потемнее надо думаешь я на самом деле вот в этом плане когда есть очень много света он мы начнем а там посмотрим и насколько думаешь уже а я решила на месяца три-четыре уехать а там уже как получится может быть меньше может быть чуть побольше останется все сделано облилась облилась что еще не произошло я каталась по городах с мастер-класс мастер-классами да сейчас я в москве сама себе устроила мастер-класс то есть без организаторов очень круто все общем это максимально вдохновляюще почему я еще и решила что хочу все-таки продать потому что у меня очень много времени занимает мои поездки я же не летаю на самолетах точнее если я летаю это значит то что я просто не смогла попасть на поезд боишься я боюсь да не знаю короче да я боюсь еще я себя очень долго короче от них отхожу вот я катаюсь на поезде на поезде я ехала в ростов одну сторону три дня и потом обратно три дня то есть шесть дней я потратила просто на дорогу или тем как лететь на самолете а я захожу в интернет смотрю сколько сейчас примерно в небе самолётов сколько перелетов в день что примерно представляет насколько вся ситуация вот я себя заставляю конечно это внушаю себе настя все хорошо но я не могу этим управлять если я скажу самолет начинается там взлет если немножечко он просто не пряхивает вот как копилюшечку вот знаешь даже это не турбулентно все у меня потеют ладошки и мне страшно мне нужно кого-то короче держать за ручку но мне раньше такое было и потом когда я поняла что это все время так происходит раньше мне все время казалось что самолет останавливается особенно когда он начинает скидывать скорость и по сравнению с бешеной скоростью которая до этого была мне ощущение что на он еще тарахтит при этом на закрылки и начинает выезжать и все у меня ощущение что он тупо останавливается отказывают двигатели вот так каждый раз я вот так вот начинала дышать еще рядом обязательно какая-нибудь женщина креститься начинает в этот момент это заразное самое такое я же тоже раньше не боялась я всю жизнь летала на самолетах я с кем-то сидела и у меня просто человек который молился у него он весь его в шоке был он просил помощи и это это реально переключать и я короче зародила мужа этим и у меня муж тоже короче боялась бы на себе никогда этого не боялся вот типа что ты увидел когда так себе человек ведет если вы боитесь старайтесь это не сильно демонстрировать потому что это пугает сильно больше то есть такое ощущение что человек знает больше чем ты и он делает молитву сейчас мы делаем фиксатором на тебе немножко приклеим шелушевый клиент фиксатор вот этот вот увлажняющий там еще матовая серия очень его уважаю он липковатый на липкость проходит очень быстро но открываем глазки мы склеиваем шелушение с ним то есть ты на тонн его наносишь да на тонн или в фиксатор скультурированный фиксатор и каждый слой вы закрепляете для стойкости и еще кстати говоря этот фиксатор он идет с увлажнением то сейчас часто делают фиксаторы которые увлажняют кожу фиксатор мист и это знаешь типа взяла с собой его и весь день подшикаешь на себя и увлажняешь и фиксируешь макияж я возьму тебе вот такой вот классный консилер это бюджетный корейский консилер 01 и 175 в оттеночке его смешаю по цвету а так можно ну постраивается какой подойдет это слишком просто света это темный за садим продается он на вал пересе в золотом яблоке он очень пигментирует он не плотный он жидкий но такой крутой пигмент создает он перекрывает даже высыпание пожалуйста кожа проблемная взяли вместо тона нанесли консилер как тебе с эти виски уже привыкла аккуратненько остатками пройдусь по бровкам чтобы внутри потому что там есть краснота небольшая вот чтобы не заселить бровки а вот остатка но это как всегда просто этот карандаш никто не знает марки маркин пынется до менли про оттече красивый цвет такой самый популярный потому что у него оттеночек темно-русый обычно вот брови они все такого цвета темно-русого во первых мы работаем по росту брови это очень важно и сильно не нажимаем на карандашик вот именно штрихи ты делаешь вот немножечко знаете не кончиком работаю а вот все плоские части на карандашики кстати говоря вот этот интересный вопрос я до сих пор его не изучила мне уже святая вылетает скоро 17 ноября у меня билеты я через казахстан плечу так дешевле мне кто-то сказал что может только одно что-то взять типа вот ноутбук и больше ты не не можешь взять например там какой-нибудь да по технике свет типа допустим меня напугали потому что блин я сейчас думаю о чем не брать то там вообще а вдруг там нет ничего такого там наверное и нету косметику вообще можно нет если я же как еду не то что жены работать да там же могут наверное увидеть что у меня просто куча косметики подумают что я их продаю и могут это все забрать я вот не знаю короче если вдруг кто-то сейчас посмотрит и знает эту тему я все равно почитаю комментарии очень важно про а снизу ты сильнее да подчеркиваю я стараюсь чтобы корни выходили из одной линии а чтобы и кончики бровей как будто впадали в одну линию получается что мне необходимо чуть повыше поднять и чуть пониже опустить вот если твоя аудитория мне поможет я просто буду супер благодарна это сказать о том что можно ли мне вообще брать с собой много косметики и еще интересная тема оборудования видео свет аккумуляторы вот это вот все я смогу с собой добро все один так мы сейчас просто возьмем аккуратненько это остатки тона у нас и совсем рядышком то есть нигде с бровями а светом карандаша наносите тоненькую полосочку это у меня кисточка от ник моле и когда вы рядышком с цветом рисуете так на шпаком то есть вы как будто бы делаете более такую четкую бровку и цвет становится как будто после окрашивания то на второй-третий день сейчас вещь еще гелем зафиксирую пусси мой любимый гель для бровей пробовал нет вот и его точно тебе нужно будет тебе понравится это пусси да пусси переводится но это не так пишется смотри это мой личный у него щеточка такая микро микро как знаете микро браш и она очень круто подчеркивают волосики и фиксирует в общем когда я только-только закончила обучение и ходила искала мне пойти на работу в салоны мне предлагали условия самые лучшие условия были 70 на 30 70 процентов дают вам неважно чей клиент а 30 процентов забирает салон но есть такие нюансы то что косметика ваша расходным полностью вы все сами заделали это были самые лучшие условия которые можно посмотреть ну такие самые худшие это когда 60 на 40 50 на 50 я когда начинала работать я скупать много в косметике у меня было очень много и я сделала условия 50 на 50 и я полностью все предоставляю это такого городе вообще нигде не было хочешь палетку джеффри star напиши мне я куплю тебе его типа ну в работе девчонки могли ничего хотят и у меня просто даже не представляешь чтобы у меня косметика то есть ты косметику покупала сама предоставляла своим визажистам да 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 все у вас расценки были 50 на 50 но расходники твои расходники она работала в этом узнать сотрудник расходники косметика даже кисти я дичем дала они просто приходили на я клиент они приходили на работу работали и уходили скульптурирование промо и каплаб у них перевыпуск упаковки раньше такой был с кипеточкой сейчас он такой как с кисточкой но первый оттенок я в прошлый раз она тоже тебя красит это скульптуре это скульптур да такой оливковый оливковый коричневый теплый прям он тепленький но когда смешивать с холодным тоном он с холодинкой уходит когда стеклым тоном тогда еще теплее будет когда мы решили что мы закрываем студию продаем все что там есть косметики там очень много и мне она столь в таком количестве ну просто не нужно вот мне влечет тысу почему ты так много продаешь это что ты не пользуешься это плохая косметика глюнет просто блин косметики свои срокодности так ты примерно вот такой по ширине уходяешь как отушка да да носа губки примерно вот так и сверху там ниже а сверху я дохожу до твоего блика который у тебя здесь кожа сияет наверное видишь его до сияющей части наношу да кстати говоря я еще и базу перестала вести я же ушла от обучения последняя моя база была в октябре месяце я это вообще никому не афишировал никто не знает из моей аудитории вот сейчас только кто посмотрит и поймет я хочу сделать перерыв паузу поставить очень это очень это очень сложно это базовый курс это с нуля до еще они с нуля туда полностью девчонки прям приходит ко мне я хочу краситься красить все самого я объясняю но это все очень прикольно но прикол в том что ты просто 11 дней вот я лично из жизни выпадала в эти моменты я давала девчонкам мы с ними весь день проводили то я приходила домой в один что вечера и так мы работали 11 дней раньше я вела пасу каждый месяц представь то есть 11 дней тратила на базовое обучение и это эмоционально очень сильно сложно у меня группа была но она относительно большая 9 человек максимально у меня было и там еще помогали мне мои ассистенты не только я ухожу очень много визажистов которые сейчас уходят от этой темы от базового макияжа да от базового обучения даже вообще то есть одни из самых таких востребованных визажистов которые за которыми сидят спитеры они сейчас уже вообще никто не преподает все от зуба мирочниченко объявляла что и она ушла все тоже спал у нее тоже было базовое обучение в сентябре последние типа нужно потому что это развитие ты не можешь одеваться одновременно еще пару коллег у нас у нас тоже в новосибирске девчонки уходят на повышение то есть работать уже пытается короче найти какую-то другую работу именно так чтобы ты помочь тебе конечно на развитие сейчас мы тебе вот здесь нанесем тени чтобы создать подбородочек такой супер острый кстати на еще сделала я этот алиполитик сюда поставил пока что прошло всего три дня но уже я вижу что немножко есть результат а еще у меня губа увеличилась нижняя за то что мне поставили ботекс вот сюда в нижнюю у меня короче знаешь может смотрел выпуски старые когда поджимал у меня здесь такое прям морщинистая получалось или мне пацаны губы сжимались меньше стабили и у меня губа он как будто вниз ушла такая круглая стала раньше было плоско говорить не мешает говорить не мешает нормально сюда очень сильно боялась я просто такое дело себе у меня есть об этом отдельное видео я потом не могла говорить нормально подбородок у меня тоже вич поджимает да но мне сделали так что я почувствовала себя как после инсульта смешно это был ужасно через три недели утром я просыпаюсь и я не могу разговаривать через три недели я оставила 3 дня назад блин и все кстати у моей подружки даже фигня нам вот но обе одновременно ходили мы не могли смеяться то есть смеешься а губа не растягивается тебе только вот посерединке ставили а не знаю как там тоже сказала что он не будет поджиматься но типа не на что не повлияет но видимо либо побольше либо поглубже это сделали и в итоге это был кошмар я вот катала горячие яйца по лицу то есть от температуры он быстрее ну кровообращение улучшается и конечно специально чтобы быстрее рассосалась но правда но уже через несколько дней прям процентов 40 прошло но это все равно был куда ужас потому что я хочу выразить мысль а у меня рот очень медленно двигается потому что я вот так ну измем маленькую кисточку этот же скульптур и тебе нарисуем губки кстати есть такое классное средство которое я лично для себя я губы рисую себе вот этим средством это корректор это белор дизайн в одном оттеночке он идет я просто беру в карандашики у меня уже не закончится почти раз под губку над губкой и потушевала пальчиком ну дома очень удобно пользоваться им а у тебя у твоей подружки также было да ему обе смеяться не могу я люблю смеяться я надеюсь что я смогу нет это жжешь просто рот не смеется он не растягивался ведь так и глазки так как глаза ты прям тоже как стрелку не он себе скульптурирую скольптором как будто вытягиваю форму то есть получается вот так вот идет и вот сюда да да найдет как будто подтяжку тебе создал можно в принципе было вести прям вот где мы тебе натянули но здесь такой прикол еще сильнее типа потянуть как будто лифтинг как будто здесь муки сделали нити а расскажи про нос как-то его вот так вот получается переносится уменьшила вот в этом месте вот эти вот части когда здесь например бровки далеко друг от друга растут либо просто своя переносится большая можно тенями сближать прямо так вот и немножечко я в бровь увела тени как будто знаешь продолжила немножечко твои бровки чтобы они подлиннее были к носику это такой прикольный способ что правда визуально немножечко и носик уменьшить и бровки поставить и глазки шиковский скольптор толстый шиковский скольптор который на тебя еще наносила на того же дырочка и мы сейчас должны все заматировать а если не приподрить что будет конечно слезть у тебя не останется конечно он такой знаешь это скульптор как эмульсии как водичка и если ты даже поговоришь по телефону ты уже частично его заберешь с лица поэтому всегда обязательно фиксируем для домашнего использования я всегда скульптором просто сухим прохожусь но он дает более такое естественное покрытие до уголка губы вот она она широкая но мы потом будем еще делать бейкинг тебе и будем срезать его растушевываешь его я вот так знаешь беру как будто бы из кожи немножко смешиваю чтобы границы на такие были яркие и чтобы кожа чуть-чуть забронзировалась то есть не просто да припудрила все оставил эту границу а мне можно хочется немножечко смешать с тоном это пудра dior далее найдет в одном цвете для бейкинга а если обычную пудру нельзя использовать нет почему потому что пудра должна иметь немножечко цвета кожи чтобы выбеливать цвет а если бы я вашу она белая на цвет не добавляет она просто белая а при растушевке но прозрачная набираю на спонзочек и получается прямо полоска да и потом ты эту полосочку подтушевываешь немножечко в скульптор то есть вот чтобы сделать скульптор более мягким почему у меня так скульптурирование мягко смотрится тоже я бы немножко так приглушаю пудрой но пудра должна быть цветом не не прозрачный не которым матируем кожу а вот именно такой она идет с цветом и с небольшим светоотражением рассыпчатого уже смягчая до границы да она должна быть рассыпчатая желательно если пудра прессованная она очень сильно отдает пигменту знаешь как будто еще масочка может получиться а тут она у тебя такая более мягкая прошлась немножко подвысить тело ну и видишь здесь тот который тоже нужно припудрить чтобы он нас держался тебе шоколадки не дать конфет очка это тоже не хочу я ничего не хочу а как-то потому что на диете нет я тоже не особо хочу маленькая порция удовольствия я я когда работаю я типа не могу ездить да блин это же неприлично есть мне просто если они продолжили мне не хватает все же не отказаться неприлично это этот сидеть в телефоне когда я короче рассказываю историю я недавно играл в канал поделилась своими моментами что я очень мягкий человек и вот например если кто-то из моделей там сидит он не мешает работать я не обращаюсь а если отвлекая да я не могу сказать может пожалуйста убрать телефон ты не мешаешь мне кажется что хоть как бы я мило бы это не сказала хоть как бы я не вежливо это все равно получит грубо убери свой телефон ты мне мешаешь пожалуй у меня был момент я работала в москве вот сейчас на показе я взяла модель плату у меня все модели в основном платные девочку 7000 заплатила ей за то чтобы она посидела и я короче просто очень сильно была злая поделилась девчонками сейчас играм канале рассказала следующей страничке о том что что блин делать просто человек пришел я заплатила 7000 рублей когда мы снимали риса да вот эти показывают спокойно снимает я изране скинула риса она год я не буду их снимать я хочу снимать вот эти вот только и там короче звук который просто но он уже не актуальный он не интересный и я и мягко пыталась объяснить что давайте чем-нибудь другое тогда выберем в общем говоря рилс мы плохо сняли а мы вообще его не снимали мы начали по девушкам показала рилс и все и она потом такая увидела себя что она без макияжа сказал о боже мой я выгляжу ужасно без макияжа хотя она просила нанести консилер на глаза брови подкрасить весьма это все сделано до чтобы она себя уютно чувствовала веснушками не дали сделать кошмар когда я сказала что девочка будет веснушки на сказала веснушки а мне делали мне не понравилось типа с намеком что мне не нужно и мне на это ужасно даже деньги плачь она как модель пришла на твой холст не жена рисуешь то есть это не просто модель было это было обучение она сидит и на не осмотрит 11 человек еще мои мастера и короче я хайлайтер я ношу хайлайтер у меня подвижность зеркала я наношу так вот и она все время смотрит туда в зеркало я думала может быть она просто хочет бренд посмотреть я в этот момент их держу она берет вырывают так хайлайтер у меня резко вот так при всех смотрят нормально держи что-то с комплексами да какая-то девочка очень красивая вы знаешь прям реально просто идеальная внешность девчонки у нее волосы у нее и грудь она и загорела и глаза и губы вообще все идеально и тут просто я и крашу и она при всех забирает зеркало смотрит это выглядело знаешь как будто извините во многом ходе там и она боится что эти жена точно не так смотрит меня я просто а еще в конце что ты понимала когда мы все сняли уже тела на подходит и горит может показать пожалуйста видео то рингс я показываю знаешь когда человек говорит про то можешь показать в конце это говорит о том что я хочу сказать что ты его не будешь выкладывать я показываю она говорит это ужас я выгляжу ужасно давай мы сейчас не им просто бездом и я поняла я не спорю хорошо я поняла я не буду выкладывать его тогда он сказал да спасибо и ушло не жаль а ты не пробовала подписывать каким-то документам это постепенно модель все дает согласие там первый раз теперь у меня очень много народу написал насти нужно подписывать документы нужно объяснять моделям что они должны делать и так далее можно памятку делать например что вот это нельзя как надо как не надо и чтобы они подписывали ну может быть я согласна с этим наверное все таки это правильно мои любимые румяшки здесь двоих это бренд но в оттеночке 1 и 4 мне очень нравится и вот такая вот мина 310 348 и по моему 371 они такие бежево розовые такие нейтральные они между персиком и розовым цветом когда ты не очень любишь румяшки либо когда ты не можешь определиться светом румян это что-то вообще идеально подойдет а когда модель не ест как тебя короче девчонки пришла не закрывался нормально я лишь я муж с тобой вместе и на меня не смотрят вот здесь вот именно миллион человек то есть там вот смотри я сейчас нормально типа это нормально для меня маленькая кисточка мы всем тебе хайлайтер важнее делать треш-обзоры а есть такие моменты когда ты приходишь на треш-обзоры понимаешь что ты не треш и не выкладываешь такой конечно постоянно то есть тебе делают хороший макияж ты просто не выкладываешь ну как нехорошие обычно делают средненькие не выкладываешь не выкладываю ну конечно не говоришь что ты там была да да не говорю очень много скучного и него не выкладываю тебе это да что как-то как-то выпадает что там трешак будет тебе договориться просто наугад часто записывалась но кто-то может посвятовать но но часто не совпадает то есть кому-то трешак сделали а я попала в другом мастер или со мной он совсем по-другому вел себя и все трешка не получилось ну да еще видишь то что тебя сейчас многие знают если раньше это было так что они ведут себя как хотят как с клиентами сейчас они понимают что это будет смотреть я обалдела от того что правда насчет этого даме почему мне кажется даже спросила маша что индустрия вообще визажистов наверное за последние два года я когда искала себе сотрудника это было очень сложно это было 70 заявок в первый раз второй раз 200 заявок в новосибирске на то что по типу работную студию и из вот этого большого количества заявок мы не могли найти мастера почему я взялась своих учениц с нуля потому что вот он с нуля для меня есть не проще будет работать нежели вон там изменить его сейчас просто отметки меня отмечают девчонки я смотрю на их работы за у меня эти грибы ты верила нас офигеть нас и страшно типа особенно кто знаешь прилетает учиться потом улетает и я смотрю за ними работы я понимаю это все это уже люди за которыми не можно уже на повышение ехать то сейчас но как-то резко прям очень хорошо качество макияжа улучшилось вот моя любимая пудра для зоны под глазами лаура мерсиан идет по моему в одном свете они это единичек начнем в одном свете показываю вам две помады по 100 рублей в общем вот так вот они выглядят на свью на свью на свью на балберис они продаются 117 рублей стоит это жидко матовый ману она очень стойко очень красивые цвета то есть это нюд в стиле кайлик да да вот это вообще а это коричневый он я для глаз его люблю использовать и еще есть допустим черный вот там есть разные цвета но вот и короче их много разных цветов а черный а черный для подложки для смоки делаем можно том число на стрелочку сделать немножечко нанесла кисточка на все подвижное веко до тени который нарисовала у тебя вот все подвижное веко до теней все полностью в этом свете он такой знаешь приглушенный у элен есть очень классная палетка этих новая серия она похожа на все наверно пони на кого она похожа на романову по она такая же как романова даже выглядит и вот здесь такой очень красивый есть цвет бежевый а дальше мы начинаем построение вот смотрите я забыла карандаш не просто вам покажу вот такой вот карандаш red он для того чтобы нарисовать растушеванную стрелку у него такой пигмент он очень очень легко тушуется прям мягко мягко видите вот вот такой вот черный и коричневый если черный сделать и буду рисовать а у меня только коричневый черный мне дом остался но вы запишите 300 рублей он тебе стоит для того чтобы именно мягко создавать я буду рисовать ламелем он черный вера миминова кисточка вот такая вот малюсика рисую есть стрелки этот маленький бочоночек это у нас там не кап секрет такой маленький того чтобы подрастушевать эта кисточка с алиэкспресс она такая кисточка есть на балберисе с прямым срезом чтобы подтянуть стрелку чтобы кончик получился тоненьким при прямом взгляде потому что мне нужно увидеть как я вырисовываю линию я буду немножко делать штрихи давать моргать да обязательно вот надо давать моргать а то некоторые дают просто рисуют и типа нельзя моргать еще когда вы красите клиента модель неважно примите такую привычку вы с ней должны прям разговаривать когда она может прыгать когда она не может она хочет уйти с красивыми стрелками я хочу сделать поэтому вот я даю проморгаться а потом когда у меня очень сложная работа я сейчас не моргает терпи терпи моргай или по-другому говорю когда я тебя подхожу ты не моргаешь когда я ухожу ты моргаешь вот так точно будет все хорошо и немножечко раз и подтянула чтобы не видно было куда у меня должна идти стрелочка кончиком брови ты на нет даже не кончику к височку знаешь все что вот куда вот вы видишь мы прям подтягивали его направление все в подтяжку ведем вот это вот неподвижная века я проработала при открытом плане чтобы видно было чтобы стрелка не ломалась потому что если она поломается потом это будет сложнее если у ос Посмотрите у меня вот здесь есть два угла в UN когда смотрю прямо у меня стрелка идеальная когда я смотрю вниз у меня там немножечко такое несколько уголочков а вот у тебя будет несколько уголков первый уголок это обычный нам привычным которые выходит кисочно второй уголок это у тебя будет на изломе твоей там твоего tarior bitcoin линии и теперь переходим уже на подвижное веко, там, где у нас глазик, где у нас будет как раз таки всё ломаться. Для этого смотрим прямо, и при открытом глазике я аккуратненько при открытом не моргаем, стараемся терпим. Моргаем. Начинаю выводить линию. При открытом глазе она у тебя прямая, при закрытом глазе у тебя будет немножко уголочек. Поэтому сейчас я сначала нарисовала, потом начинаю тебе его заполнять. И теперь смотри вниз. Теперь смотрите, когда смотрим вниз, эти все пробелы, которые у нас образуются, мы должны их в камеру можно сделать. Все их заполняем. Вот. То есть зону излома мне нужно немножечко смягчить тебе, потушевать. Если сейчас она красиво смотрится, то когда ты будешь немножечко работать мини-кусой, головой шевелить, то она будет у тебя постоянно ломаться. И чтобы такого не было, мы её просто стушеваем и смягчаем. Граниты нечёткие будут, и не будет сильно видно излома. Мягкие стрелки очень классно подходят для ежедневного применения. Типа нарисовал быстренько, и чёткие стрелки сложнее рисовать себе. А вот размазанные, такие пальчиком потушевала, много проще. И немножечко потушевали ещё граничку. Уже кисточкой тушую то, что вот растушевала сейчас. Не именно чёрный цвет, а уже тот серый, который у меня получился. То есть мы ещё затемняем вот эту нависающую штуку. Вот мы, смотрите, взяли вот так вот, и у нас получился чёрный цвет. Мы его потушевали, и он ушёл в серый. И я беру из перспортер и аккуратненько прохаживаюсь по серому цвету, чтобы его утеплить и увести немножечко к височной части. Вот к височной, к брови. И вот получается, что она немножко затенилась. Чтоб слегка было мягко. Но ты её толщица тоже как будто вытягиваешь, да, вот так вот? Да, под направлением. Также, например, в конце можно немножечко добавлять черноту больше. Можно делать такую же стрелку коричневым цветом. Это вообще для себя прям мягкая. Особенно если, например, вы светленькая, либо вы не любите слишком такие чёрные стрелки. Можно цветную такую же сделать. Всё, мы сейчас вторую нарисуем, потом внутренние уголочки и будем ещё интересный эффект с ресничками делать. Ну вообще, что за женщина-кошка? Спасибо. Мне нравится, что она такая чуть-чуть растушёванная на силу. Потому что она мягкая, да, получилась? Да. Я вспомнила Насте историю про девчонку, которая когда-то была на красивых играх, тебе писала. Расскажи. Это будет интересно. Понимаешь, Антон? Я не рассказывала ей эту историю. Какая-то хейтерша не бывает. Да, у меня же хейтерша вообще. Я говорила, что мало, очень, что мы не моргаем. Но вот у меня был один случай. В общем, не знаю, как это называется. Я когда выступала на красивых играх. Это для визажистов форум какой-то? Для визажистов в мае, да, да. Был, когда вот в мае. Я выступала, и получилось так, что у меня уже стояло базовое обучение. Меня пригласили на красивые игры за три недели до начала красивых игр. Хотя все спикеры уже давно утвердились за год, допустим. И у меня уже стояло базовое обучение, и я вообще думала, что я не приеду, потому что я не могу своих тенчиков бросить. Но мы с девчонками договорились, и там сделали один день перерыв, чтобы я смогла уехать. У меня была девушка. Она писала все время мне в Инстаграме, в Телеграме, очень много комментировала все время адекватно, все хорошо было. И тут она мне пишет сообщение в день начала красивых игр, когда только-только, короче, приехали спикеры. Велосьмой Твениц. Пишет мне Анастасия, а вы что, не приедете на красивые игры? Я написала, типа, нет-нет, конечно, приеду. Приеду, типа, через три дня. Как раз примерно на мое выступление. И она начала писать по поводу того, что почему вас нету на день открытия красивых игр. Мы вас все ждали, а вы не пришли. Мы объяснили ей, что такая ситуация, что я сейчас работаю, и вот то, что у меня базовое обучение, поэтому не приехало. Ее это оскорбило. Она написала, что не только ее это оскорбило, что мы вас ждали, вы нас подвели, просто вам пофиг на аудиторию вашу. Он так не делается. Ей вообще было без разницы, что у меня работа. Она говорит, вы могли бы свою работу перенести ради такого. Этик у меня, ее блокируют в телеграме. Он говорит, типа, а зачем человеку объяснять? Ну, зачем спорить? Мы сказали, что нас позвали позже, чем нужно. Что у нас обучение, что мы и так… А ты не обещала там быть? Нет. Что ты понимала, многих спикеров не было. Там было даже меньше половины спикеров на открытии, потому что у всех была работа и все подъезжали ближе к своему выступлению. И, получается, мы ее блокируем. Я выставляю, короче, опрос по поводу, что вы ждете от меня на красивых играх, какой макияж хотели бы от меня увидеть. И эта девушка мне свою личную страничку уже в инстаграме пишет. Отвечает на вопрос, хотели видеть вас на красивых играх. Просто, типа, что вы придете. Я поняла, что это же девушка, которая заблокирована у меня в телеграм-канале. Эдик ее еще раз блокирует уже в инстаграме. Дальше мне приходят сообщения в день вылета на самолете. Я сижу, записываю сообщения, типа, ребята, пять часов у меня не будет связи, прилечу, всем отвечу. И приходит, короче, просто от левого профиля, ну любой профиль, сообщение такого плана. Да чтоб ты обосралась на этих красивых своих играх. Тебе там не место, мы тебя не ждем. Чтоб тебе, она зная, что мне плохо, ну типа, я боюсь встать, написала про самолет, чтоб, типа, ну там, чтоб какая-нибудь фигня произошла. И то, чтоб ты заикалась, типа, заикалась и не перестала заикаться на сцене. Я просто думаю, человек тебе получается просто нулевка, да, написала мне новый пользователь. Я прочитала это сообщение, когда сидела в самолете. Конечно, я такая офигела, мне страшно стало. И у меня, короче, муж нашел по фотографии, там, как, короче, как-то номер телефона нашел, непонятно, что-то он там, короче, сделал. И он говорит, Настя, это тот же профиль, что мы заблокировали, и показывает мне, типа, вот это старый профиль, который мы заблокировали, такие же данные, и вот новый профиль. Мы ей пишем лично, разблокировали ее, и написали ей лично, типа, это сообщение увидят все на красивых играх, зачем вы это делаете. И она написала, типа, я не понимаю, о чем идет речь, но это ее профиль был, там, ее цифры, ее почта была указана. Это не спикер был, это была участница, но я не знаю, кто, как она выглядит, тоже не знаю. Я приехала на красивые игры, и я офигела, что вот есть такие люди. Я немножечко не поняла, ну, насколько я так, как это вообще произошло, почему она так сильно оскорбила, что у меня не было на открытии. Я прям побоялась, потому что этот человек, который желает мне гадости, будет сидеть, скорее всего, в зале. То есть неадекватно. Это страшно, что такие люди существуют. Да они очень трусливые вообще. я сколько видела, вот когда ловят таких потом в жизни. Ничего. Они там обычно, бэмэ, я не то имела в виду, приношу свои извини, и начинают там вот это в штанишке делать. Ну, то есть это очень смело, и пока им ничего не угрожает, и никто с них не спросит, все супер анонимно, естественно, только с левых профилей, не с настоящих, чтобы никаких данных, не дай бог, ее не нашли. И тогда прям смелость бьет к ключу. Жесть, вообще. Ну, вот у меня был такой хейт на вот этих моментах. Еще у меня, кстати, был хейт давным-давно. Тоже, вот у меня, серьезно, всего лишь два-три хейта были, которые я запомнила, потому что они были какие-то жесткие для меня. Я продавала свой айфон. Айфон 11 Pro Max, насколько я помню, и поставила цену 75 тысяч рублей за него. Пишет мне девочка, за 70 тысяч доберу его. Типа, я здесь не знаю, она за 70 доберет его. Я написала, что, ну, типа, я не торгуюсь. Типа, у меня, типа, стоимо 70 тысяч рублей. Она, видимо, обиделась, потому что она мне начала, она создала три разных профиля и начала мне писать с трех разных профилей на личную страницу. Гадости, что, типа, там, ты похожа, там, на лошадь, у тебя улыбка, там, ты вообще ужасные визажи селила. Вот, это был такой момент. А вот второе, что мне очень понравилось, смешная была ситуация, просто человек отправляет вот так вот лицо свое, вот такой вот, такой квадратик с вещами, и говорит, я была у вас на макияже, вот такое у меня вышло, что мне делать? Ну, типа, такое, это, знаешь, это нужно разбираться, что, когда, кто был, с левого профиля. Мы начали, это вот эта же девушка была, мы начали разбираться, в конце концов, чтобы ты понимала, эта история закончилась тем, что эта девочка не была у у нас на макияже. Ага. И когда мы подняли все записи, понять, что, кто ее красил, что было не так с лицом, мы, у меня муж даже по маленькой аватарке нашел ее вконтакте. Хайкер. Или у нас появилась страница. Хайкер. Да нет, просто, ну типа, через поиск Яндекс, знаешь, типа, фотку делаешь по картинкам, да, и находишь. Он нашел ее. И потом, в конце концов, у меня муж говорит, вы у нас не были, мы не можем понять, что происходит. Она говорит, да вы мне просто скажите, что мне с этим сделать. Типа, что просто человеку вот такое большое, и мы там подняли всех на уши, как это, какие-то высыпания, что это за высыпание. У меня просто, типа, она написала, что я была у вас три недели назад, вот у меня высыпание сейчас. Но мне тоже регулярно пишут, я вот даже в инсту выставляла пост, да, надела? Да, пост с этими карусельками. И я так регулярно делала. А ты кого-нибудь находила? Нет. А хотя у меня был прям поклонник, это семейка была наших бывших соседей из Краснодара. Мы жили в однушке, они напротив жили. И я долго не могла понять, кто это. И меня прям эта тетечка, не меня, везде выслеживала, писала мне вот такие простыни в комментариях, просто реально на него, ну, комментарии за комментарии. И это просто уникальный текст, то есть такое ощущение, что она вообще больше ничем не занималась. И она писала, как она меня в лифте встретила, как в подъезде, с каким лицом я хожу, что ей стыдно со мной жить, что она, ну, короче, везде вот так вот меня проследовала. А она сверху написала на линиях? Ну, как это было, ну, просто аккаунт без фотографий, ну, то есть на ютюбе еще там. Ну, и потом, кое-как, в общем, тоже я как-то ее вычислила, она шла на кубанском форуме и поняла, что это наши соседи. Да, моя соседка семейка. Потом мы, слава богу, переехали, она еще какое-то время меня везде, я тоже везде банила, она создавала новые вопросы, мне опять приходило. Вот это я скакала за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот эта вот история постоянно у меня была под видом. А, еще была консьержка, которая, они в тандеме были, она постоянно меня отслеживала, собирала сплетни. Ага. Потом мне звонит, там вот что-то уточняет. Потом в моей квартире жила сестра, она там выслеживала, что за сестра, с кем она. Тоже ей звонила, пыталась какие-то данные собирать, которые вообще, типа консьержка, вообще ее не касаются. Консьерж это самая тяня, они уже постоянно куда? Кому? Да, но потом оказалось, что она общалась с соседями, консьержка, и там для них данные собирала, а соседи эти строчили вот такие простыни. У меня еще был, я помню, такой самый стремный момент, еще на моей старой работе, когда мне в комментариях писали, где я хожу. Типа, а вот сейчас ты проходила мимо ларька. И, короче, оказалось, что один подписчик мой переехал откуда-то с севера в Краснодар, снял квартиру напротив моей работы, и у него прям окна выходили на мой офис. И он мне писал, чем я занимаюсь, куда я пошла. Типа, он тебе писал, что я, типа, знаю? Да, что он, типа, видит, где я хожу, и так далее. Ну, а потом написал, что он снял квартиру прямо напротив работы. Сейчас мы клеим маленькие ласточки. Это такие тоненькие реснички, которыми будем потом прокрашивать вместе с Алениными ресницами. И будет такой эффект, как будто это ее натуральные длинные ресницы. У нее и так длинные. Я просто помню, когда я в прошлый раз красила, там можно, в принципе, было даже и не клеить. Что они у нее очень классные, потому что такие завитые. И такие, знаете, прям тоненькие-тоненькие. С сухим мы контур обладим тоже. Да, все то же самое, что мы делали кремовым, но с сухим. Кто-то скажет, а почему потом в конце просто губы не сделали? Просто, когда красишь человека, делаешь скульптурирование, хочется, чтобы он картинку наблюдал постепенное изменение. А не так, чтобы все в конце изменилось и все. Верхнюю губу только сверху галочку рисуешь? Да, немножечко сверху и тебе можно чуть сбоку на контур. То есть, вот так ты не ведешь прям полностью верхнюю губу? Можно. Вот эту можно часть провести, да. Но это зависит, если я здесь веду, тебе можно. У тебя здесь объемчик не такой сильный. А вот, когда работаешь с пухлыми губами, у них обычно вот здесь такой валик. И нужно только делать посерединке, а то вы валик затяните. Алене можно полностью пройтись, знаете, как контурочек скульптуром. У них шоколад. 254-ый оттеночек. Его на валгрессе можно купить. То есть, ты сначала скульптуром, а потом карандашом? Да, сначала скульптуром, потом карандашиком. А почему? Ну, сначала создаю визуально-натуральные тени, а потом карандашиком просто уже с контуром работаю более четко. Ну, улыбнись. Вот так вот мы приводим прекрасно. Немножко захожу. Вот когда я вышла тебе за контурочек, у тебя все равно виден твой собственный объем губы. Потому что он у тебя светлее, чем контур. Поэтому нужно взять карандашик и пройтись по контуру губы, собственно, то есть, который был изначально, да, по анатомии ее, и затенить. Это очень важно. Вот он. То есть, не просто контур нарисовать и все, а мы его спускаем вниз, чтобы не было видно так сильно четкого перехода. Видишь, здесь более такой яркий контур, а там уже не так сильно он заметен. Не, в любом случае, конечно, он будет заметен, потому что мы нормально вышли. Я прям за контурочек нормально выхожу. Прицепили своим губам у тебя на канале тоже, что страшно губы накрасаны, там, типа, зачем выходить за контур, это некрасиво и видно. Просто, просто поймите, что это у каждого свои тараканы в голове. У меня тараканы по губам. Если я губы себе не накрашу, я себя чувствую неуютно с ними. Я себя с такими губами чувствую увереннее и уютнее. Вот, поэтому мне кажется, не совсем правильно критиковать, как кто красит губы. Кто красит, так нравится ему. Немножечко заполним. И дальше я нанесу сейчас такой карандаш-ластик. Берем карандаш-ластик. Это бренд Essence. Он бежевый. Да, он такой бежевый, но он идет в дереве, то есть это не каял. И этим карандашом очень круто поправлять контуры. Сейчас я вам покажу, когда вы нарисовали, кстати, себе тоже, если ты любишь, чтобы вы рисовывали губки за контурочек. Это прикольная штучка. Вы как будто бы вниз немножко. Перед контуром вот, делаете такую более четкую форму. Прорисовываете прям. И ощущение, что у вас еще более губы пухлые становится. Я это делаю обычно боковую часть. Смотри, прямо так на меня. Здесь. Так. Улыбаемся еще. И верхняя часть. Стоит, что такое, вроде 170, что ли, заплатила за этот карандаш. Это очень дешево. Таких... Нужно постараться, чтобы найти такой карандаш. Немножечко верхушку уголков делаю. Поярче, чтобы они были по, как сказать, ну типа побольше. Чтобы так развернуть губки. Вот как раз такие губки Братс. Когда у них серединка губы. И вот эти здесь развернуты. Потемнее, да? Да, потемнее и повыше контурочек. То есть линия жирнее, да? Чуть-чуть здесь добавили скольптор. Так. И сейчас добавим красивый кинт для губок. Это бренд ОК Бьюти. ОК Бьюти. Ватильный очки Раф. У него очень красивый бежевый цвет. Его можно пальчиком наносить, можно пушистой кисточкой нанести. Это коктин. То есть он не так сильно виден в жизни. Он как будто немножко меняет цвет губ. То есть нет такого ощущения, что слой на губах. А чтобы еще больше сделать эффект увеличенный губ. Смотрите. Если я сейчас нанесу ей блеск. А я уже наносила Алене блеск на губы. То все вот эти вот блики, которые у меня есть контуры. Они подчеркнутся блеском. Чтобы визуально увести, так сказать, взгляд от них. Мы берем прозрачную матовую пудру. Которая именно матирует кожу. Вот, например, это ружба не ружь. Любую можно взять. Вот так набрали прям. И заполнили. Чтобы на кисточке было меньше пудры. И вот этой пудрой припудриваем губы. То есть блики, которые изначально сильно сияли. С такой пудрой будут не так сильно сиять. И значит то, что не так будет сильно бросаться в глаза. Вот. И сверху чуть-чуть можно добавить еще карандашик. Либо сухие тени, допустим, под цвет найти. Тушь Манифес. Такая угольно-черная. Смотрите, я приоткрываю и начинаю прокрашивать. То есть сейчас очень важно мне прокрасить реснички Алене. И реснички, которые я наклеила вместе. Чтобы был эффект натуральных ресниц. Обожаю эти вот ласточки. Использовала я длину 12 и 14. Это ласточки можно купить на Баумберисе. Но это немножечко вот эти именно конкретно ласточки. Это ласточки из золотого яблока. Бренд называется Глаз. Они тоненькие, да? Как будто раз зеленые. Да, они очень тоненькие. И вот в жизни. Ну, прям вообще еще тебе покажу. Это очень классный способ для невест. Ну, все же любят невесты. Более такой яркие ресницы. Потому что если обычные пучки клеить, они как нарощенные. И мне ласку. А, кстати, знаете, что я хотела сказать? Давайте другой тушью проработаем. Дарлинг. Вот эта вот тушь. Это термостойкая тушь. Вот я ей крашу сама. Всегда она на мне сейчас есть тоже. Почему я ее люблю? Это термостойкая тушь. Она смывается только горячей водой. Не митряркой. Челками? Да, да. Челками вот такими вот. Это значит, что если вы уснете с этой тушью и проснетесь, у вас не будут смоки. Если вы пойдете в бассейн, у вас не будет течь эта тушь. Мне нравится. А где продается? Она продается в золотом яблоке. Она стоила вот недавно 600 рублей. И она очень, она угольно-черная. То есть очень редко, когда тушь настолько черная, что вот, смотрите, она черничная стрелка, мне кажется. Мы берем ее и берем щеточку. Еще, да, моменты, что она термостойкая. Почему я ее люблю? Потому что, когда вы работаете с клиентами, если у клиента очень длинные свои ресницы нижние и постоянно они отпечатываются, либо даже просто, знаете, там следят. Термостойкая тушь – это стойкая тушь. Вы ее накрасите, она высохнет и не будет отпечатываться. Я очень люблю нижние реснички, потому что в жизни, например, я не сильно крашу себе их. А вот именно моделькам, своим клиентам я стараюсь, ну, уговаривать, потому что они так открывают взгляд. Глаз становится открытый. Вы вроде как ничего не наносили снизу, никакого скульптора. За счет нижних ресниц, густоты и длины у вас образуется вот… Мы сейчас еще Алене немножечко добавим на слизистую бежевый цвет карандаша. Получаются такие отдельные реснички. Как будто склеенные, да. Как будто, знаешь, заплакала, но засмеялась. Вот такой эффект. Это благодаря кисточке, да, такой эффект? Да, это кисточка и движение. Я влево-вправо работаю. Когда ты работаешь, типа, не вниз, а вот так, ты их склеиваешь между собой. Карандаш Nonli Pro в оттеночке Milky Way. Он такой очень красивый бежевый, как кожа. Это каял для глаз. Для буквы не подойдет. Все. Я навешиваю хорошо. Почему ты решил выпить? Не знаю. Алена всегда чуть-чуть поет. Я смотрела очень много, особенно старые выпуски. Постоянно что-то напеваю. Я его немножечко больше делаю, чем нужно в коррекцию. Опускаю пониже. И потом сверху, вот сейчас я нарисовала прямые линии. Мне нужно припузлить его и сделать бейки, чтобы коррекция не была, вот как ты говоришь, что он такой загорелый. Чтобы он такой загорелый не был. Но все равно, мне кажется, отличительная черта всех твоих макияжистых носиков немного загорелый остается. Ну потому что с культером больше делаю, чем многие другие эти. Кто-то просто легко полосочки рисует. Ты первое время сказал, что он нарисовый начал. Так, смотри, авторские вправа. Сейчас поешь, распознает он и все. А крылья высветляешь? Да, крылья высветляем. Это очень важно, потому что крылья у нас большие. Большие бывают. Широкие. Широкие, да. И вот тогда ты высветляешь, у тебя ощущение, что раз на тихонечку. Блин, все скажут, вот сразу видно, что Лене макияж понравился. А правда у меня даже как будто энергия понравится. Что ты поешь, и так это значит, что... Еще можно ушки пока что Маша несет. В общем, мы шестушки за хайлайте. Это делается, что когда уши краснеют, чтобы не так сильно было видно. Либо тонирует, либо хайлайтит. У тебя будет, короче, хайлайтерное ушко. Угу. Так. Эльфейские уши такие. Очень важный момент, если вы сделали, допустим, очень сияющую кожу, а у вас потом ключицы матовые, то это становится некрасиво. Либо наоборот. Вы сделали матовую кожу лица, а ключицы сделают сияющую. Ну как-то, знаете, рядом вот. Угу. А покажи размеры. Вот сейчас ты сама тоже. Вот такое. То есть помещается нос, под носом чуть-чуть, уголки глаз. Чуть под носом, чуть-чуть ты зона и уголки глаз. Вот такой размерчик. Не держать? Нет. Сейчас ты будешь держать другое. Это для веснушек специально. Когда мы берем. Если просто нажать, он будет очень быстро мелкими веснушками делать. Здесь нужно так. Вот видишь, я дрессую рукой. Вот. И он получается мелкими. А так он получается более такими. Короче, здесь более крупные и друг от друга поделят. А когда долго жмешь, то они мелкие и могут коричневой стать. Вот так делаем за край глазки. А расстояние какое? Двадцать сантиметров примерно. Все. Немножечко я тебе их добавила, потом в конце чуть-чуть, чтобы они... На все лицо. Видите, что они только треугольнички. Треугольник сделали активный самый, а все остальное этот аккуратно. Ну что, ребят, вот такой образ получился. Я, как всегда, в восторге. Мне нравится, знаете, что он не перегружен. То есть здесь нет темного, вот такого чего-то утяжеляющего, каких-то текстур обильных. Да, он такой очень как будто бы естественный, милашечный, кукольный. Женственный, но с изюминкой, стервозностью. Да. Да, вот что-то такое есть. У меня всегда, когда я заканчиваю еще накрасить, кто-то поет, кто-то начинает это позировать, уже прям чувствует. Да, вот это вот немножечко вот такой вот сученький чуть-чуть. Добавляешь. Да, но мне нравятся стрелки, типа они, мы не делали, знаете, их сложными специально. Вот и чтобы, если вы посмотрите, вы смогли их сами себе сделать. То есть там нарисовал, размазал, немножко скульптором прошелся, у которого у всех есть. Все, ресницы накрасили. Волосы. Такой мокрый эффект у нас получился. И здесь выпустили парочку прядок. Оставляйте ваши комментарии. Как всегда, ссылку на Настю я вставлю под видео, ссылки на прошлые выпуски тоже. Так что подписывайтесь, смотрите ее работы. В общем, будем следить, как ты отдохнешь. И желаю тебе все, что получилось за границей. Все, как-то хватит. Спасибо, моя хорошая. Я потом приеду и еще тебе накрашу. Давай, давай. Четвертый раз. Все, спасибо всем большое за внимание. Я надеюсь, что вам тоже понравился этот выпуск. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!